Музыка Включите по возможности звук на ваших мобильных устройствах. Моя цель – увидеть какие-то новые направления в бизнесе, расширить деловые связи. Хотел уточнить, что у нас свободный формат. Вы можете заказывать завтрак, чай, кофе, напитки. Предлагаю сейчас 5-минутный перерыв, чтобы дать возможность официантам принять у вас заказы. У нас также выступят оппоненты. Это люди, которые работают в индустрии криптоактивов, блокчейна. Представители Bankex Lab, Bankex Foundation. Это компания, которая анонсировала протокол ликвидности для токенизации реальных активов, потоков платежей и биржевых коммодитис. А также выступят представители инвестиционной компании Finan, который сможет прокомментировать тренды на рынке криптоактивов. Сегодня также с нами новый проект блокчейн ТВ. И теперь на весь мир самые актуальные свежие новости будут транслироваться 24 часа в сутки на этом канале из мира криптовалют и про технологию блокчейн. Также с нами финансовый блогер ТОП-10 Андрей Верников, финансовая группа ЦЕХ. Я попросил бы всех максимально внимательно слушать и соблюдать тишину. И может быть, раз у нас идет онлайн-трансляция блокчейн ТВ, 3-2 минуты Герасим Суренович Гадиян, основатель платформы онлайн-стриминга Вентера ТВ и телеканал блокчейн ТВ, вначале скажет, как будет осуществляться трансляция сегодняшняя. Ну, Ярослав Кабаков, вы здесь? Ярослав Кабаков из Финама тогда будет подытоживать чуть позже. Иван Трехяков, тоже увижу. Иван Трехяков здесь. Иван, я бы попросил вас, может быть, тоже как бы в президиум. Перенеситесь, пожалуйста. Посадитесь, пожалуйста. Там вам предлагают. Хорошо. Герасим Суренович, предоставляю вам слово, пожалуйста. Расскажите блокчейн ТВ. Это онлайн-трансляции телевизионных каналов совместно с холдингом «Неизвестная планета». И здесь Андрей Владимирович Мартынов присутствует. Это, в общем, известный продюсер. И канал есть соответствующий, который так и называется «Неизвестная планета». Вот совместно два проекта, то есть система дистрибьюции каналов и производитель популярного телевизионного контента. Вот мы, объединившись, как раз организовали канал «Блокчейн ТВ». И сейчас, в настоящее время, идет трансляция. Ну, в целом, охват 10 миллионов. Это не значит, что все 10 миллионов сейчас прильнулись с утра и смотрят. Но, тем не менее, кто сейчас зайдет в «Интере ТВ» бесплатно, увидит на первом месте «Блокчейн ТВ» и прямую трансляцию прямо отсюда. По истечении мы будем иметь абсолютно точную статистику, кто, когда, где, через какой браузер, через какое устройство. То есть все, кто смотрели и как долго смотрели, это будут видеть. А теперь на одну минуту-две я буквально передам слово Андрею Владимировичу из «Неизвестной планеты», чтобы он чуть более подробно сказал о блокчейн-технологиях, на основе которых и сегодняшний проект и, собственно, «Блокчейн ТВ». Да, конечно. Мы немного углубляемся в блокчейн-технологии. Прошу вас именно с упором на эту новую цифровую экономику сказать ваш пич. Пожалуйста. Добрый день. «Блокчейн ТВ» — это, собственно, мультимедийная платформа, которая призвана как средство массовой информации освещать все, что связано с блокчейном. Мы планируем выйти на ICO в конце сентября для привлечения средств для развития его в полномасштабное средство массовой информации, то, что раньше называлось телевидением. Собственно, инвестиционно там будет предложение о привлечении денег в рекламу на этом канале. То есть по мере развития этого канала мы уверены в том, что стоимость рекламы на нем для размещения проектов, которые выходят на ICO. Вопрос. А как заработать мне, простому инвестору, предпринимателю на блокчейн ТВ? Может быть, вы предложите токены на пред ICO, на private placement? Вот наша предпринимательская группа, такой сетевой инвестиционный банк, готова оказать вам содействие. Вы нас подумайте, может быть, наймете, как вы смотрите на такой вариант? Да, скорее всего, мы ко всем предложениям относимся с заинтересованностью. На пред ICO мы будем собирать деньги от компаний, которые выходят на ICO для того, чтобы освещать их деятельность. Да, прекрасная идея. Надеюсь, вы будете брать токенами за услуги вашего блокчейн ТВ. Это же цифровая экономика, нет фиату. Будете брать токены у ваших клиентов, которые захотят, чтобы вы освещали их проект, именно их токены? Один из вариантов, что мы выпустим альткоин, привязанный, скорее всего, к биткоину, который имеет название сейчас медиакоин. То есть мы хотим создать пул средств массовой информации, которые заинтересованы в развитии блокчейн-технологий. Хорошо. Мы поняли, что это серьезный проект, уважаемые инвесторы. Потом в кулуарах вы сможете пообщаться с господином Годеяном и сооснователем блокчейн ТВ. Спасибо вам. Ну что ж, может быть еще немного разогрев и какие-то свежие острые новости из мира крипты и блокчейна. Иван Третьяков, банкекс. Иван, скажите на две минуты речь и мы перейдем к капиллярию. Спасибо. Вот может быть отсюда удобнее, да? Где лучше будет видно? Садитесь сюда. Коллеги, добрый день. Меня зовут Иван Третьяков, директор по развитию банкекс. Это структура финтех акселератора. Он входит в группу банкекс. Также я занимаюсь проектом оператора кредитных заявок. Это краудфинансирование малого бизнеса. Иван, простите, я вас перебью. Сама презентация обязательно будет потом. Итак, какая самая острая новость из мира блокчейн была на днях, на ваш взгляд? Одна, две или три новости? Слушаем вас. Ну, из самых новостей, которые сейчас в этом информационном поле, это вывод токена как инструмента, по сути, в правовое поле. Это то, что штаты сейчас очень продвигают активно. Прекрасно. Я же думаю, что самым хайповым событием является анонс пред-ICO компании «Капилляр». Вы в этом сейчас убедитесь. Передаю слово Захинжар Анваровичу. Спасибо. Садись на свое место. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня такое ощущение, что Александр голосом добивает до всех, а микрофон для трансляции только. Значит, спасибо, что вы пришли. Сразу нас погрузили в какие-то разные миры разноцветные. Вот. Но я хочу немножко поговорить о деле. Ну, вот блокчейн стал реальностью или стремительно становится реальностью и набирает обороты. Мы представляем собой школу, которая существует очень давно, с советского времени, которая занимается концептуальным анализом и проектированием сложных и суперсложных систем. Школа не могла остаться в стороне от этой тенденции. И, кроме того, мы усмотрели в этой цифровой экономике, в технологии шаг, так сказать, мира навстречу к нам. Мы решили организовать и запустить свой собственный проект на одной из предметных областей, которая достаточно хорошо проработана и нам известна. Это логистика. Почему мы назвали проект Капиллярио? Это логистика, которая наряду с артериями и венами, которые пронизывают страну с запада на восток, РЖД, автомобильные дороги и так далее. Это логистика, которая призвана дотянуться тоненькими транспортными ветками, потоками до самых удаленных населенных пунктов малых городов. По существу наших сограждан, которые в значительной степени лишены современных благ цивилизации. Это капилляры, которые разбудят спящий нынче рынок в малых городах и населенных пунктах страны проживает 73 миллиона человек. Для того, чтобы обеспечить доставку, идеальную доставку, я бы ее так сформулировал, из любой точки планеты, любой отправитель доставляется груз любому получателю, груз любого размера, состава, консистенции, условий транспортировки и так далее, мгновенно и бесплатно. Значит, в нашем проекте заложена мультимодальность, задействованы будут все виды транспорта, возможность перевозить, доставлять грузы как оптовые, так и среднеоптовые, так и мелкие, так и индивидуальные, вплоть до письма. И возможность задействования очень большого, потенциально очень большого, реестр распределенных активов. Не только нынешние бизнесы и перевозчики, но и фактически любой гражданин, любой перевозчик может таковым стать официально и сможет зарабатывать деньги. Здесь кардинально поменяется понятие порожняка, поскольку станет возможным доставлять попутные грузы при любой недозагрузке транспортного средства, практически при любой. Здесь возникнет сеть инфраструктуры, сама собой, поскольку возникнут ясные точки инвестиций для малого и среднего бизнеса. Наконец, то, о чем еще скажут коллеги, транспортировка – это многократная перевалка не только материи, но и понятия. Груз становится, товар становится грузом, меняет свою сущность. Возникает плечо, на котором есть определенные документы и сертификаты. Товар становится таможенной стоимостью, меняет свою сущность, возникают другие документы на этом плече, и другие сертификаты, и другая информация. Позволите? Да. Я всего лишь как модератор прослушал про платформу Капиллярио, но вопрос у меня зудит, вот во мне вопрос зудит. Платформа глобальная, но такой как бы замах на некий масштаб требует масштаба в том числе и личности, и вот подхода, бизнес-подхода, какого-то, может быть, наукоемкого подхода, визионерского. Захиржан Анварович, а вот расскажите о вашем только международном опыте. То есть вот почему вы можете быть человеком глобальным в эту цифровую экономику. А я вот, например, когда читаю проспекты эмиссии ICO, так называемые white papers, я всегда удивляюсь, почему там вначале не начинается, что наш манифест это конституция Соединенных Штатов Америки. Как мы помним, Азимов в своем таком фундаментальном рассказе «Звезды как пыль», «Stars is a dust», он там написал, что это секретное оружие, вот некий фундамент. Может быть, вы расскажете о фундаменте, о научной школе и о, скажем, вашей международности. То есть это важно. Мы все за деньги, за международные. Спасибо, вы прервали мое увлечение. Значит, я только лишь проиллюстрировал происхождение названия «Капиллярио», подчеркнув вот эту последнюю милю малую доставку. А так, это глобальная система и это глобальный рынок перемещения. Я передам слово сейчас своему другу и партнеру Геннадию Зубакову, который о глобальном скажет лучше меня. Но закончу вот какой вещью. Все, что производится, так или иначе перемещается. И для того, чтобы производить, так или иначе надо перемещать вещи, материалы, людей, энергию и так далее. Вот эта платформа полностью, окончательно, в цифровом виде решит проблему перемещений. Любых. Спасибо. Уважаемые коллеги, я не могу, конечно, как ведущий, так громко. Но, тем не менее, я постараюсь. Я директор Международного логистического клуба. Директора, пожалуйста, выступает директор логистического клуба господин Зубаков. Послушайте, пожалуйста. Имею честь передать всем присутствующим привет от нашего основателя, патриарха отечественной логистики, профессора Академии народного хозяйства и государственной службы, Проценко Олега Дмитриевича, от президента Центра цифровой экономики при МГТУ имени Баумана, основанной нами структуры, академика Федорова Игоря Борисовича, президента МГТУ имени Баумана. И немножко поговорить о сути предметной области, на которую замахнулась команда «Концепт», о логистике. Ну, как мне говорили мои учителя, логистика – это рационализация движения потоков материального, финансового, документального, ресурсного. И информация – это квинтэссенция этой рационализации. Соединение несоединимой информации цепи поставок – сложнейшая задача. Сложнейшая задача. Я не знаю ни одного проекта в последние 20 лет в Российской Федерации, которое замахивалось бы на организацию обмена в цепи поставок и решила бы этот вопрос. Я могу там перечислять, и пальцев на руках не хватит, и вы все знаете об этом, что все решения в рамках МИАИС, Единых окон и так далее, и тому подобное, они заканчивались полным крахом. Ближе всего к решению проблемы интеграции информационных потоков и решения управленческих задач стояла наработка Евразийской экономической комиссии. И тот пятилетний опыт, который там был заложен в рамках реализации стандартов, общих процессов и так далее, и тому подобное. Я с удовольствием слушал этих людей. Тем не менее, как говорил наш великий человек, хотели как лучше получилось, как всегда. Сменилась команда управления в ЕЭКе, и опять пошел упор в инфраструктуру. Эпоха цифровой экономики, наступившей новой парадигмы, это сочетание двух слов, цифровая и экономика. Цифровая – это автоматизация, это инфраструктура. И, собственно говоря, печально, что все проекты уходят именно туда, и мы постоянно отстаем. Естественно, мы отстаем, потому что мы отстаем в цифре. А вот экономика – это управленческая деятельность в сфере распределения, производства, обмена и управления – здесь ключевое звено. Вот, коллеги, вот это очень важный момент, Геннадий Викторович подчеркнул. Значит, хотите верьте, хотите нет. Вот на эту тему создана математика, создана структурная математика. Не дифференциальные уравнения, не уравнения в частных производных, а структурная математика. Этот подвиг совершила группа математиков первой величины, которая под псевдонимом Николай Бурбаки больше 30 лет сделала попытку переписать всю математику как единую науку. Мы, как инженеры, взяли эти структуры, теорию структур, и сделали из нее алгебру. Мы можем синтезировать соответствующие управленческие модели, соответствующие информационные модели, документы и так далее в единую теоретически математическую экспликацию. Дальше после математики следуют функции. Дальше после функции следуют платформы, блокчейны, IT-технологии. Меня просили рассказать еще о международном опыте. Я специально сделал такой заход, чтобы показать, что управление – это здесь ключевое слово. Цифровая экономика – это управление с помощью цифры, с помощью тех новых технологий. Я познакомился с Захержаном 18 лет назад. 18 лет назад мы реализовали очень успешный проект в аэропорту Шереметьево. Мы организовали нейтральную цифровую платформу, которая интегрировала сервисы многих и многих компаний, производила на их основе новые сервисы. То, что сейчас называется цифровой трансформацией. Мы были первые и одни из первых в мире. И ведущие специалисты ведущих фирм Германии, Испании, Франции, Соединенных Штатов Америки не считали зазорным приехать к нам, они отставали. Мы запустили эти сервисы на российских авиакомпаниях, в российских аэропортах. И это было гораздо раньше, чем это сделала Люфганза, КЛМ и так далее. Мировые лидеры. Почему? Потому что мы не соревновались в цифре. Мы соревновались в новом качестве управления. Я категорически не приемлю термин «уберизация». Мы сразу же этим термином ставим себя куда-то в хвост. Причем тут «уберизация». Да, почитайте там наши публикации 2000 года, и это «Центр Аэроград». Прощение. Да, у меня одна из любимых поговорок. Гордыня – мать греха. Конечно же, мы приемлем «уберизацию», но мы ее приемлем как идеологию и как общий подход. Мы приемлем «уберизацию» как демократическую децентрализованную платформу, которая режет косты на посредников и позволяет выстраивать цепочки разделения труда там, где их выстроить трудно или даже невозможно при централизованном планировании. А вот, может быть, уточним у предпринимателей мнение. Вот представьтесь, пожалуйста, скажите о себе. Я Павличенко Сергей Николаевич. Я занимался большую часть жизни логистикой, но со стороны больше подготовки и обслуживания подвижного состава и техники. То есть обеспечения эксплуатационной готовности технических средств. Но, конечно же, вся загрузка моего производства была построена на том, насколько нагружены потоками грузов сети дорог. И сегодня я должен сказать, что мы пришли к моменту, хотя мы все вышли из индустриальной эпохи, когда основной производительной силой все-таки были тяжелые материальные активы. Сегодня мы пришли к ситуации, когда производительной силой становятся интеллектуальные активы, становится цифровая индустрия. А вот можете какой-нибудь яркий пример привести? Например, мне нужно из Пекина в Лиссабон перевезти коробку с курами. Я вот начинаю звонить всяким Uber, RuTaxi, KazakTaxi, потом в каких-то евроконтейнерах, секундочку, нахожу... Да, это больше не мой вопрос, но я передам вам слово. Как спланировать? Вот я вот как-то чувствую, что никак. Правильно? Давайте я немножко погрешу, как вы говорите, да, потому что если мы замахнулись на логистику и пытаемся сделать некие новые цифровые стандарты в логистике, то коробку с курами на Uber вы не перевезете, потому что это живые животные, извините, это грузы, там совершенно другие документы. И если вы будете выхолощивать тематику, вы ничего не получите, потому что таким проектом, да, грош цена, их миллионы было уже, и они не привели к успеху. К успеху приводит новое качество управления, основанное на цифре. Я об этом пытался сказать. И именно это было заложено, и проект был очень успешный. И я считаю, что сейчас тот новый старт, который дает нам новая вот эта эпоха, цифровая экономика и технологии блокчейн, положенные на новое качество управления, на понимание сути процесса, на понимание новых корпоративных стандартов и стандартизации этой области, вот они говорят о том, что мы можем здесь быть лидерами. Я не знаю ни одного проекта, если кто-то из присутствующих мне поправит, чтобы кто-то в мире замахнулся пока на блокчейн в логистике, в стандартизации вот этих сложных процессов внешнеэкономической деятельности, перевозок и так далее. Убер, извините, это всего лишь пассажир, нанятый где-то на самых упрощенных вариантах технологий. Да, принцип понятен. Принцип абсолютно понятен. Но, извините, это совершенно другая вещь. Это совершенно другой уровень проблемы. Позвольте мне опять вмешаться, как модератору. Я про что сейчас попросил бы сказать уважаемых экспертов, оппонентов из Финама. Пришел Ярослав Кабаков, большой гуру криптоторговли. И вот там есть токены, криптовалюты, брокеры, дилеры, финансисты, предприниматели. И вот какие-то ICO проводятся. Первичное предложение. Увлеченная взрослая команда говорит, мы обязательно справимся. И благодаря тому, что в 2017 году возникла индустрия краудфандинга на криптовалютах, криптоактивах, а также благодаря нашему математическому аппарату, созданному еще старой научной советской школой, применимым к разным сложным организационным структурам. возможно выпустить токены проекта Капилляр, выпустить и потом ими даже торговать. А может быть мы все и не правы. Вот господин Кабаков, можно вас в президиум попросить? И вы вот тут еще чуть больше, наверное, надо поднять градуса про бизнес. Вот где там деньги, как вот все это работает, покупать, продавать, держать. Пожалуйста, садитесь. Это говорит, чтобы записывалось, да? Да. Я понял, погромче надо. Да, очень приятно. Меня зовут Кабаков Ярослав, представляю компанию Finam. Я думаю, многие знают. Мы очень рады, что происходит такое достаточно бурное развитие. Но напомню вам, что биткоин создали не вчера и не позавчера. Уже прошло практически 5 лет. И в текущей действительности биткоин для многих обывателей это такая уже история вчерашнего дня, я бы так сказал. С одной стороны. С другой стороны, те процессы, которые сейчас идут, они тоже достаточно понятны. То есть мы видим с вами, что инвестиционная сфера потянулась в криптовалюту. И вот то бурное развитие, которое связано с выпуском многими компаниями токенов, наверное, вот на этом весь, как это говорят сейчас, хайп и стоит. То есть мы с вами понимаем, что сейчас те же самые IPO постепенно начинают уходить в прошлое. Если тенденция сохранится, то через пяток лет, я думаю, большинство привлечения средств компаниями, различными проектами, стартапами будет осуществляться в виде вот той процедуры, которая сейчас называется ICO. Хотя, в принципе, понятие ICO не совсем верное. То есть идет выпуск токенов. Сейчас очень большие проблемы связаны с законодательной составляющей, в том числе палки в колеса ставит, конечно же, США. В этом отношении, я думаю, опять же, пройдет определенное время, сформируются стандарты, в том числе и законодательные стандарты в России. Кто знает, не знает, они будут сформированы. Прошу прощения, я как чуть более такой вот опытный организатор, я что хочу. Друзья, а можно вы будете стоять не в дверях, вам не слышно. Пройдите все к нам, вот здесь замечательное место, кондиционер, рядом чай. Проходите все, пожалуйста. Сейчас маленькая пауза. Можно пока тут чашки, ложки, пожалуйста, проходите. Да-да-да, вот сюда прямо проходите. Девушки, пройдите, пожалуйста, с фотоаппаратами, с диктофонами. Проходите. Полина, пройдите, ну не стесняйтесь. Ну вас же просят, ждет аудитория. Зайдите, на вас будут любоваться. Пройдите сюда. Так, ну там, в общем-то, у нас как бы свободная ситуация, цифровая. Извините, я вас перебил, да? Да нет, ничего страшного. Да, есть вопросы у кого какие возникают, вы спрашиваете. Когда на Пушкарова-то слушают, давайте как капилляре, а потом будем открываться. Сейчас, подождите, секунду, конечно, конечно, мы всех дослушаем. Итак, Ярослав, вы как-то подытожьте минуты на три, чтобы вот подытожим, потом передаем опять слово Кучкарову, команде и дальше выходим в дискуссию, в некий такой батл. Хватит, давайте конструктивно, хватит балабах. Я понял, ну, если… Так, я вас понял, спасибо. Значит, если говорить о текущей ситуации, ну, опыт инвестирования непосредственно в токены и у меня, и у моих коллег есть, я могу сказать, у кого-то уже там X5, у кого-то X7, ну, кто понимает, тот знает, что это такое. А если говорить по существу, ну, сама компания наша, холдинг Финамс, сделала несколько решений для инвестирования именно в криптовалюту. Мы сейчас сделали на основе Just2Trade возможность торговли криптой, биткоин, эфир, дальше пойдет Ripple, лайткоин. Но я думаю, постепенно доберемся и до токенов. Единственный момент, что отличает нас от текущей ситуации на рынке, это идентификация клиента, то есть вы уходите от анонимности с одной стороны, с другой стороны у вас получается застрахованный счет, на котором вы совершаете сделки. В наших планах, ну, по большому счету, это создание полноценной криптовалютной биржи, ну, единственное, что с идентификацией. Все это строится на Just2Trade, нашем брокере на Кипре, ну, соответственно, всех приглашаем торговать. Если есть вопросы по торговле криптой, можете мне задавать, с удовольствием отвечу. Спасибо большое Ярославу, как найти мы расскажем. Продолжаем про капилляр. Сергей, отчество, извините, не выучил ваше. Сергей, про себя рассказывайте, про команду, про мировое господство, про западные, западные рынки и про ваше ноу-хау, библиотека, программные продукты, наработанные за 27 лет кафедрой в МФТ и так далее. Пожалуйста. Сначала несколько слов обо мне. Я участник проекта Капиллярио, я сотрудник концепта последние три года, а перед этим я долгое время работал в компании Oracle и был руководителем консалтингового подразделения по внедрению корпоративных информационных систем. Ну и собственно внедрение этих систем это в первую очередь цели проекта, границы проекта и соответственно интересы групп, которые собственно занимаются внедрением. Так вот, в поисках ответов на эти свои вопросы я собственно и попал в компанию концепт. Коллеги, чуть потише, Сергей, чуть погромче. И собственно концепт чем замечательен? Тем, что кроме ответов на такие вопросы у концепта есть способ построения ответов на такие сложные вопросы. Что меня порадовало, и я третий год работаю в концепте. А теперь по поводу логистики и так сказать международных перспектив этой самой логистики. Существует американское общество управления производством и запасом, АПЕКС. Это такое образовательное учреждение и сообщество профессионалов в области логистики. Они проводят разнообразные исследования на эту тему и обучают людей. Так вот, одно из их исследований показывает, что затраты у средненьких компаний на supply chain, они составляют порядка 8% от их оборота. Для компаний хороших и очень хороших, такие затраты составляют порядка 3%. Соответственно, у тех, которые не очень хорошие, они могут достигать и 10, и 15%, то это все потери. Речь идет про Америку. Если будем говорить про весь остальной мир, скорее всего, эти величины будут еще хуже. Соответственно, если считать от серединки до хороших вариантов, то это 5% улучшений. Можно сократить, можно нацелиться на сокращение 5% потерь. Это колоссальные цифры, если рассматривать мир в целом. Воловой продукт в области транспорта по всему миру в целом это порядка 3 триллионов. Ну вот, соответственно, 5% от этих 3 триллионов это потенциальный выигрыш от сокращения потерь, то есть от того, что Геннадий назвал основной задачей логистики – нахождение этих самых потерь и сокращение потерь. А, собственно, в чем потери-то заключаются? Потери заключаются в пролеживании, потери заключаются в простоях, в холостых пробегах и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, да-да. Вот я, судя по всему, уже в какую-то конфетику пошел. Ну я опять хотел вернуться к подходу бизнесмена, предпринимателя и инвестора. Мы немного начали с конца, потом с середины, теперь вот к началу перешли, маркетинг, рынок, Сергей описал. Вот мы рассказали немного про продукт, про то, как будет решена проблематика, а теперь я попросил бы про внутренние бизнес-процессы и про команду. Ну, например, прям вот конкретный опыт команды. Какие заказы для кого делали в России и мире? Для правительства, для администрации президента, для Лукоэла, для Русала, для Базела. Все-таки, это вот важный вопрос для меня, как для инвестора. И потом перейдем к пресловутым бабкам и деткам, да? Крипте. Рафаэль, готовьтесь, будете анонсировать пред-ICO. Заказан Ильич, нужно огонь. Вот почему вы справляетесь? Вот что делали? Делаете и будете делать? С инвесторами или без инвесторов? Скажите проникновенную речь. Потом про деньги, да. Потом про деньги, да. Ну, Центр-Концепт был разработчиком Государственного водного реестра РФ. Центр-Концепт был разработчиком Государственного лесного реестра РФ. Мы также разработали Государственный реестр полномочий субъекта Федерации. Их больше четырех тысяч. Мы разработали и ведем федеральный реестр целей всех целевых программ и стратегий. Мы около десяти лет были такая вот сверхмаленькая компания, полноправным партнером компании SIP, внедряли R3. В общем, попробовали себя в мире IT в разных смыслах. Мы работали с... Надо признаваться, все-таки на Западе сколько работали и преподавали лет, месяцев, западный опыт. С кем дружите из наших западных лучших друзей, американцев, британцев и так далее. Хорошо. Надо сознаваться. Нет, скромность не позволяет. Ну, я поучился в Стэнфорде, я поучился в Канаде. Раз надо хвастаться, оба раза происходил такой странный эффект. Значит, лектор рассказывал, я задавал вопросы, лектор рассказывал, я задавал вопросы. Потом лектор говорил, может, я положу мел и сяду, а вы будете мне читать лекцию. А дело очень просто, раскрывается. Это система техника, системный анализ, возникшие в Соединенных Штатах в 40-х, 50-х годах, были у нас подхвачены, развитые, и мы их опередили. Новомодные штуки, которые приходят к нам оттуда, значит, для нас, концептуалистов, совершенно ясные, арифметические, такие абаки, счеты и так далее. Раз надо хвастаться дальше, значит, мы способны превзойти эти разработки многократно. А наши разработчики, мы всю жизнь не получили за всю жизнь ни копейки бюджетных денег на развитие этой методологии. Мы выполняли заказы и в ходе заказов развивались сами. Это действительно крупнейшие компании, такие как Лукойл, Русал и другие. Это практически все федеральные органы исполнительной власти, это губернаторы разных областей, это администрация президента и другие органы. Вот список работ концепта превосходит несколько сотен, и каждая из них не похожа на другую. Концепт никогда не тиражировал и не повторял свой успех в прошлом, и он брался за новые непонятные области. В каком-то смысле сейчас и блокчейн для меня новая предметная область, мы в нее погружаемся со всей возможной стремительностью, которая дает только концептуализация. Спасибо. Хорошо. Я тогда с... Самое главное. А мы разработчики АСУ транспортного комплекса для Минтранса, головного модуля, который назывался модуль прогнозирования и управления развитием транспорта. И вот два показателя, которые я предложил, и которые так и не удалось внести, так сказать, в мозги. Что есть развитие транспортного комплекса в России, пока не в международном масштабе. Это повышение связности страны. Это повышение транспортной связности страны. Когда сейчас из Омска в Томск надо лететь через Москву, это не связная, а распавшаяся транспортная страна. Это повышение пропускной способности и повышение провозной способности. Но мы за мир во всем мире, и очень хочется из Кулампуру, куда-нибудь в Сингапур, тоже не лететь через Аляску. Прекрасно. А в чем сложность этой задачи? Расскажите про родструктур, про реестры, про классы, про атрибуты, про алгебру графов, про мграфы, про графы, где в вершинах графы, про гиперграфы. Или не будем? Не будем. Давайте про деньги. Внимание. Переходим к вопросу про криптовалюты, про токены и про деньги. Быстро анонсирую предайсиозу уважаемого Рафаэля, основателя проекта Капиллярио. Рафаэль пригласил наш сетевой инвестиционный банк открытой корпорации быть соандерайтером, софандрайзером уважаемого проекта Капиллярио. Спасибо. Баунти бонус съедим, разместим. Итак, размещаются токены в объеме 100 миллионов токенов. Минимальный лот 200 тысяч токенов, эквивалент 1000 долларов. На предайсио ранние инвесторы получают дисконт к будущей цене от всего айсио от 45% до 70%. Strong buy. Buy and hold. Вот такая версия. Привлекается всего лишь полмиллиона долларов. Затраты будут произведены из этих полумиллиона долларов строго на подготовку будущего айсио. До 15 сентября все будет подготовлено. Потом пойдет айсио на сумму от 5 миллионов до 30 миллионов долларов в зависимости от успешности прохождения предайсио. В зависимости от того, насколько будет овербутинг в книге заявок, насколько будут диверсифицированные заявки от инвесторов со всего мира. Но мы, естественно, рассчитываем только на китайских товарищей. Лишь они понимают, насколько важна логистика для этой фабрики 21 века. Китайские товарищи, которые заряжены на крипту, которые видят свой экзит из владения текущими криптовалютами в будущую мировую цифровую экономику глобальную, конечно, заинтересуются логистическими токенами. Мы в этом вообще не сомневаемся. Обратите внимание, что ранние инвесторы несут риск. А как же минимизировать риск? То есть сегодня вы даете на краудфандинге деньги команде уважаемого господина Захиджарен Варча и Концепту. Но есть такой, понимаете, escrow-агент. Есть инфраструктура, которая может проводить такие сложные сделки. Ведем переговоры с банкексом. Ведем переговоры с другими участниками экосистемы. Мы приглашаем продюсера, не деньги, фортокены. То есть не обязательно вложить кэш, можно вложить юридические услуги, инфраструктуру и так далее. Ну, я немного как бы скомканно рассказал. Рафаэль, я как бы за тебя. Так вот, Иван, расскажи, пожалуйста, про ваш холдинг. Прорекламируйтесь, пропиарьтесь. Может быть, дайте оценку капиллярио. Вас посадить, наверное, будет лучше. Лучше постоять, да? Ну хорошо, вот здесь тогда остановитесь. Вот слайд-шоу открыто. Спасибо. Садись, садись. На весь мир? Отлично. На весь мир транзляция. Александр, а кто будет переключать, если я буду садиться? Так, нужен специальный мальчик, кто будет нажимать кнопку переключения. А это буду я. Ну, знаете, за мячиками бегают на моблдоне, я в таком же формате, да. Переключил. Обеспечение активами, ICO-сити, утилизация протоколика. Да. А если кому не будет видно презентацию, а ее не будет видно половине, я могу ее потом на почту отправить, либо задавайте вопросы, я отвечу. Презентация у нас для телетрансляции. Уважаемые господа, вы транслируете презентацию, Иван за кадром комментирует слайды. Рассказывайте, Иван. Так, еще раз представлюсь, директор по развитию BankX Labs, Иван Третьяков. BankX Labs – это одна из структур, которая входит в холдинг BankX. Это финтех-лаборатория. Мы запускаем стартапы, продаем их банкам, запускаем маркетплейсы, подключаем туда, собственно, клиентов. Также наш стартап является источниками токенизации сделок, которые потом переходят на крипто-платформу BankX, на которой формируются, собственно, токены. Итак, расскажу по слайдам, Александр. Так. В рамках BankX мы формируем единый универсальный протокол ликвидности, который позволит активы, особенно неликвидные на текущий момент, быстро вводить на бирже, на крипто-бирже, на фиатной бирже и привлекать под эти активы инвестиции. Александр, переключаем. Громче, пожалуйста, Иван. Следующий слайд. Да. Сейчас есть инструмент стандартный для того, чтобы для активов неликвидных, привлечь инвестиции, это их секьюритизировать. Юридически упаковать, вывести на биржу, например, в виде облигаций, и под них привлечь инвестиции. Такой инструмент, в принципе, понятный, но он не для всех активов подходит, и он очень долгий в части реализации. Токенизация активов – это инструмент новый, и он как раз позволит активы, которые ранее либо нельзя было секьюритизировать, либо секьюритизация их была очень долгой и муторной, собственно, их быстро вывести на биржу. Следующий слайд. Иван, я сразу вытащил слайд вашего протокола, и потом прям к капиллярию перейдем. А, хорошо. Я, наверное, в курсе про банкерс, а вот вы в преломлении к нашей ситуации пред-ICO прокомментируете, чем банкерс может быть полезен для компаний, вот таких технологических с претензиями на глобальность. Вот, может быть, вот эта процедура, но ее клиент, процедура получать инвестиции из разных регионов, вот юрисдикции, вот этот мэтчинг. Чем вы можете быть полезны вот в таких вот проектах? Токенизация вот такого проекта. Ну, во-первых, да, капилляриум – очень интересный проект с точки зрения актива как такового. И, правильно, коллеги заметили, сейчас нету прецедентов вот выстраивания логистики на блокчейне. Чем может помочь банкекс? Банкекс может помочь организовать смарт-контракты, организовать децентрализацию этих активов, которые будут формироваться в рамках этого капилляриума. Вот, и как раз, ну, по сути, выводить его на широкий рынок, в том числе международный. Так, здорово. По схеме рассказывается? А я уже перейду к вопросам. Коллеги, я предлагаю начать задавать вопросы команде капилляриума. И вот у меня, у меня есть первый вот такой вопрос. А вот что может помешать проекту капилляриума быть реализованным? В чем главные риски? То есть, почему будет проведено, например, пред ICO, соберут вот там полмиллиона долларов в криптовалюте, в фиатных валютах, в экспертизах. А вот главный риск, вот чего вы боитесь вот больше всего? Вот почему не получится, например? Вот кто хочет ответить? Давайте. Мы, чего мы не боимся. Мы не боимся не справиться со сложностью проекта. Но мы боимся. Друзья, как я пишу в своей модели стратегического планирования, главный принцип стратегического планирования исходит из, должно исходить из следующего. Все, что угодно, может случиться в любой момент. Вот я думаю, что, значит, мы находимся на ошибке теней прошлого, изорниц будущего. И эта новая эпоха пройдет, придет, но она пройдет с большими битвами и трудами. Старый мир еще отмобилизуется и даст нам, нам теперь уже новому миру по шапке или попытается дать. Вот. Возникнут множество юридических коллизий. Вот этот принцип, все, что угодно, я произнес за месяц до того, как СЕК появился в Соединенных Штатах. А сейчас могу повторить, что впереди еще много открытий чудных. Вот. Поэтому нам надо справиться. Вот и все. Сейчас, секундочку. А вот у меня вопрос к Ярославу Кабакова. Ярослав, можно вас еще вот в президиум? И господин Третьякова тоже в президиум из Банкекса. Вы сядьте. Ярослав, ну вот как бы Банкекс говорит, мы готовы помочь с ICO, там, с процедурой нового клиента. А что же вот инвестбанки? Вот на Кипре, Финам Глобал, еще что-то. Может быть и в Финам как-то вот заглянуть, вот, может вы будете тоже там организаторами ICO, пред-ICO, фандрайзинг, вот клиентам предложить вашим, кто торгует валютами, акциями западными, вот такие истории. Ну, колитесь. Может быть, несмотря на то, что Центробанк холодно смотрит, там, прокуратура угрожает, ай-яй-яй, там, криптовалюты Россия, деньги. Вот когда же русские инвестбанки поднимут официально флаг? Сейчас они как-то там вот менторят, проводят какие-то ивенты и что-то издалека так заходят через контракты на разницу и так далее. Ну, вот расскажите, как вот с вами это договориться? Да. Здесь все очень просто. Единственное, что сейчас мы сделали, это сделали площадку для торгов криптовалюты. Покупайте, продавайте, welcome. Не только контракты на разницу, но, в принципе, будет полноценная покупка криптовалюты вот в ближайшем уже будущем. Ну, практически вот на этой неделе кошелек уже привязывают, соответственно, можно будет заводить крипту, выводить крипту и так далее. А если говорить непосредственно про российскую действительность, вот пока законодательно зимой, насколько я знаю, не примут соответствующие законы, до этого момента мы пока будем хранить молчание. А в рамках всего холдинга, я имею в виду, и кипрского брокера, да, определенные процессы будут идти. Я думаю, что определенное СИО мы будем поддерживать, наверное, в рамках международной компании. Очень здорово, хорошо. А вот я задам свой последний вопрос. Герасим Суренович, можно вас тоже в президиум попросить? Или поближе сюда, на камеры, выйдите, пожалуйста. Давайте вот с вами, где лучше будет? Вам все равно, да? Герасим Суренович, на ваш взгляд, почему все получится у цифровой экономики, у нового криптомира, и почему тот, кто в этом не участвует, тот консерватор? Почему? Да вы, собственно, за меня и вопрос задали, и ответили. Я, в общем-то, так особо не считаю. Я вспоминаю, когда-то было время сплошной автоматизации, и считалось, что всем надо на это директивно переходить, особенно в советские времена. Но, как мы понимаем, это совершенно не так, потому что всегда надо смотреть на эффективность. И порой, даже сегодня, в рукопашную что-то делать, как ни парадоксально, но в ряде случаев эффективнее, чем что-то автоматизировать. Это я к чему? Это я к тому же, что и к тому, о чем мы сейчас говорим. Любая цифровизация только тогда имеет смысл, когда она экономически выигрывает, когда она более эффективна, чем все остальное. Я говорю сплошные банальности, но, к сожалению, это сплошь и рядом. И вот как раз это один из вопросов, который я хотел задать и вам. А почему вы полагаете, что, например, блокчейн-технологии, которые положены в основу вашего проекта, почему именно они должны быть более эффективными, чем, например, ненавистная вам уберизация, вот убер-технологии? Почему? Секундочку, секундочку. С точки зрения бизнеса. А вот я вел этот диалог с Логиновым Ярославом. Ярослав, а вы здесь? Вот я это хочу понять. Ах, вы как далеко. Вы можете выбраться оттуда и объяснить, для чего нужен блокчейн мультимодальному глобальному логистическому оператору. То есть без блокчейна не взлетит, с блокчейном взлетит. Я кратко скажу, как я понял. Ну, первое, что экосистема крипты, без нее как бы никак. А второе, это вот все и ничего. Реестр, он как бы общий и ничей. То есть такая ассоциация возникла. Демократический. Ярослав, вы представьтесь. Себя расскажите. И вот ответьте на вопрос. Дирасим Суренович, да. Ну, это комментарий по поводу уберизации. Ну, то есть, как бы термин, он, конечно, может быть не русский, но смысл-то понятный. Ну, русский термин складчина называется, это кооперация. А кооперативные модели работают лучше. Так вот, блокчейн-системы все, это кооперативные модели, которые как раз убирают, ну, неэффективность, да. То есть, в общем, почему не работает без блокчейна? Потому что конкуренция между, да, конкуренция между отдельными участниками, между корпорациями, она приводит к тому, что каждый создает свою собственную систему. Вот, блокчейн-это открытая система, которая никому не принадлежит. Значит, есть криптовалюты, криптовалюты, они являются обязательными для работы самого блокчейна, но в первую очередь интересует именно распределенная база данных, да, или распределенный реестр. Так вот, самое главное в логистике, да и в других платформах, это реестр заказов, то есть того, чего хочется, и того, кто может это выполнить. Так вот, создать это на блокчейне возможно, а создать это централизованно, это всегда превращается в то, что централизованный этот игрок начинает монополизировать рынок и устанавливать свои собственные правила. Ну, и на этом все заканчивается. Собственно, централизованные решения, они всегда конкурируют между собой, и в итоге, ну, в итоге там воины идут и прочее. Хорошо, сейчас, секундочку, секундочку. Значит, Ярослав Логинов консультирует проект Капиллярио по техническим вопросам. Спасибо, Ярослав. Сейчас, пожалуйста, скажите вот про эти вот риски и возможности, да. Да, ну, во-первых, да, вот Ярослав, по-моему, замечательно ответил на ваш вопрос. По сути, то, что вы называете ненавистными убер-технологиями, это тоже блокчейн. Но когда-то меня в детстве учили и говорили, что прибор работает не в принципе, прибор работает в корпусе, и надо в этом разбираться. И вот если мы берем цепи поставок, то груз говорить не может. Его надо описать, в отличие от пассажира, который говорит. Поэтому это упрощенная блокчейн, да, реализация ее компаний Uber там и другими. Да, это вариант. Здесь более сложный вариант. Вариант, который я еще раз подчеркну. И главное здесь управленческие механизмы. И основные риски, по-моему, здесь, это непонимание многими и многими, что главное в цифровой экономике это управление, а не цифра. Я читал программу, которая принята сейчас. К сожалению, там упор делается на цифру. Мы с самого начала закладываем отставание. Я считаю, что проект блокчейна в логистике обречен на успех. По одной лишь причине. Потому что он во главу угла ставит управление. Вот это, это главное. То есть с капиллярио или без капиллярио возникнут такие технологии. Но, как уже упоминалось, фундаментальный подход, операции с родами, структуры, опыт, библиотеки алгоритмов, программные продукты. Создан гигантский конкурентный технологический задел. Теперь к этой технологии с открытого рынка за даром дошла в открытых кодах технология крипты. И вот они встретились, посмотрели друг на друга. Коллектив концепта разобрался в той части проблематики, которую люди не разрабатывали, но восприняли. Так возник капилляр. Я правильно формулирую? Коллеги, вот если уж о сутевой части пошла речь. Вот реестр распределенных активов. Вот ключевые слова. Каждый участник мультимодальной перевозки попадает в реестр распределенных активов. В любой точке планеты. Он регистрируется как способность перевести. Он регистрируется как способность перевести. Его актив становится частью этой системы. Он выполнил перевозку, его актив исчез. Это мгновенное любого качества актив, который имеет перевозочную способность. Этот реестр должен быть распределенным по определению. Поэтому без блокчейна эта идея нереализуема и не реализуется. Второе. Криптовалюта. Мы приходим к возможности реализовать деньги любых видов. Вплоть до индивидуальных эмиссий. Не центробанки, не ФРС, не долговые расписки, а индивидуальные деньги вплоть до любого перевозчика. Мы предусматриваем три вида токенов, в том числе те, которые выпускает сам перевозчик. И тогда его токен котируется не вообще как тариф, а стоимость здесь и теперь, там и тогда перевозки того и туда. Представляете, что возникает? Это означает индивидуальные цены. То есть мы как бы мультимодальную оптимизацию или некий, так сказать, госснап соединяем с абсолютный рыночный рынком, доведенным до абсолюта. Вот пустое место в грузовичке не стоит нисколько, он все равно едет и бензин жжет. А он может его взять, в смысле ящичек, за полцены от своего тарифа, потому что это просто дополнительные бесплатные полцены. Изменится рынок кардинально, кардинально. И от этой перевозки, от этой логистики мы перейдем к экономике, соответственно, денег, соответственно, производства и так далее, и так далее. Еще маленький комментарий, то, что ведущий сказал. Совсем недавно я присутствовал на встрече основателей проекта с мировым разработчиком в области обработки больших данных, Big Data. И безусловно, здесь нужны технологии Big Data. Безусловно, они необходимы. Но они четко понимают, что главное здесь управление. Как управлять этими данными, на каком этапе, каким образом их складывать. И вот здесь соединение идет. Коллеги, ну поскольку у нас был анонсирован батл, то сейчас мы перейдем к самой интересной части. Происходить будет следующее. Я буду стоять в середине, как секундант. С левой стороны можете уже занимать очередь, можете подходить с вашим вопросом, претензией, или наоборот, если вы промоутер, значит, расхваливать проект. И в ответ на ваш вызов буду приглашать кого-то из команды Капилляра или уважаемых экспертов, и они будут отвечать. То есть сейчас такая будет движуха, такая зарядка. Я, значит, что предлагаю, стулья как бы сдвинуть, вот сосредоточиться экспертом и команде Капилляра в этой части, да? Вот. А, вот тут, видите, говорят, что для вещания так будет сложнее. То есть имеется в виду, что человек с вопросом, он как может с места его задать? То есть вот сюда подойдет. Хорошо, секундочку, да. Сейчас, подождите, попробуем. Вот здесь вот нормально, хорошо, да? Подходите, пожалуйста, да. Представляйтесь коротко и задавайте ваш вопрос по существу. Здравствуйте, меня зовут Яков, я немножко в теме. И вопрос основной, мы красиво разговаривали, там, проблемы все в логистике и так далее. Допустим, собрали денег, начали делать. С чего практически вы начинаете? Тут куча проблем в логистике, которые невозможно решить одним решением. И там можно несколько вопросов, как практически, что, зачем вы будете делать, в чем система. Секундочку, я уточняю вопрос. На предоисио собрали полмиллиона долларов, потратили далее все эти деньги на привлечение фандрайзинг 5-30 миллионов долларов. Вопрос, а как будете тратить 5-30 миллионов долларов? Какой тайминг, что будете делать, как решите те неразрешимые проблемы, про которые знают люди из логистики? Кто может ответить? Секунду, секунду. Да, конечно. Я как понял, вы меня извините. Можно вопрос? Можно, да, конечно. Попроще сформулирую. Вот эти деньги, которые вы собираете, вы собираете только на то, чтобы думать, как решить проблему в логистике? Или есть что-то практическое, что вы... Нет, не думать, а сделать то, что уже придумано. Сейчас расскажут, да. Да, значит, я начну с конца тогда, не с того, что мы начнем. Мы создадим цифровую платформу, которая реально будет действовать на рынке. Мы не думать, деньги собираем не надумать, а на то, чтобы создать цифровую платформу в Uber в кубе или там в какой-то степени, которая реально будет действовать. Вот легко произнести слово мультимодальный, но очень, черт возьми, трудно это сделать на цифре и платформе. Легко произнести трансграничные перевозки, но мы это сделаем. Это будет трансграничный, мультимодальный. Это уже делается. Это уже делается. Так, продолжаем. Ну вот тут трудно будет выйти. Вот как, уважаемые операторы, сможете как бы приблизиться вот здесь из Алиапага вопрос? Громко просят, да, пожалуйста. Вы, может быть, встанете, представитесь. Международный конгресс промышленников и предпринимателей. У меня вопрос очень простой. Вот мы себя тут убеждаем, как это хорошо, как нужно управлять этой системой. А давайте подумаем, а чем управлять? Вот я задаю простой очень вопрос. Вот мы сейчас концентрируемся на логистике. Какой объем перевоза груза в мире приходится на Россию? Хороший вопрос. Нет, нет, я отвечу сразу же, не надо. Под российским флагом переводится 2% российских грузов и 0,4% мировых грузов. Это первое. Второе. Уважаемые коллеги, какова средняя скорость перевозки грузов по Транссибу? 11,7 километра, Олег Михайлович. Мы это прекрасно знаем. Это скорость перевозки позапрошлом веке грузовым транспортом. Вот каким объектом, уважаемые коллеги, мы управляем. Так вот, есть ли возможность вот такими объектами управлять современными методами? Я тоже как бы всегда немного вот перчику добавлю. А можно вот вне Транссибов и вне вот этих 0,2,2% ездить вот где-то вот вне наших тяжелых климатических и граничных условиях? Тут так медведи в лаптях играют на балалайке, водку пьют. Баттл, да, ответьте. Точно прям, да, да. Вот давайте так вот по авиации. Грузооборот порта международного аэропорта Франкфурт 3 миллион тонн. Я могу ошибиться, но порядок. 3 миллиона тонн. Весь грузооборот российских авиаперевозок, всех портов Российской Федерации, порядка 600 тысяч тонн. Весь грузооборот Франкфурта делает одна компания, которая летает из Китая во Франкфурт. Как они говорят, к сожалению, с посадкой в Российской Федерации, потому что это российская компания. Это компания Волга-Днепр, Airbridge Cargo. Вот ненавистный мне термин «уберизация» туда подходит, потому что на круглом столе, который мы проводили, они заказывают. Поток этот нами... Так вот вам поток. 3 миллиона тонн должны быть... Прекрасно. Молодой человек с серьезной харизмой, пройдите, пожалуйста, ко мне. Не-не-не, у нас как бы такой обмен ударами. Вы проходите, у нас виртуальный баттл. Проходите, задавайте ваш вопрос. Вот сюда ко мне приближайтесь, да, пожалуйста. Представьтесь и далее. Спасибо, я дальше сам. Громко говорите, да. Тихо-тихо-тихо, вот очередной пассаж, давайте. Меня зовут Иван, я маркетолог, консультирую несколько проектов по ICO. Имеются данные, ну, большие данные по проведению ICO большими топовыми, ну, то есть, компаниями мировыми. Вопрос о маркетинге. Вы узнавали, ну, к примеру, у здесь присутствующих, возможно, уже существует такая платформа на рынке или она ведется на какой-то стадии? Маленький спойлер. За 40 минут я нашел три ваших конкурента в этом зале. И как вы собираетесь привлекать? Ну, то есть, вопрос вот, и второй вопрос, ну, это не вопрос, а такой маленький, ну, то есть, в общем, не суть. Вы уверены, что ваша модель, вы уверены, что ваша модель привести, чтобы произвести, и произвести, чтобы привести, будет работать? Ну, к примеру, Амазон, который владеет в Штатах 57% рынка, сейчас делает следующее. Он производит продукт, когда везет. Вы уверены, что через, там, 5-7 лет эта модель не станет на рынке доминирующей? Ну, вот так вот, два таких вот вопроса, которые, в принципе, объединены. Чтобы вы не уходите пока. Прекрасно, что есть друзья-конкуренты, которых мы просто не успели пригласить, как это и положено, в логистический консорциум, криптоконсорциум. Мы все делаем очень быстро, приглашаем. Ну, что ж, вопрос серьезный. Не-не-не. Дайте, не найдете. Не, вот про нет конкурентов есть попытки быть конкурентами, да, конечно, да. Сейчас, да, что есть конкуренты, я тогда, что называется, прошу конкретно. Есть цифровая платформа транспортного комплекса, вот сейчас формируется. Это формируют партнеры, это компания-партнер. Есть цифровая платформа евразийского экономического сообщества, ЕЭК. И там есть порядка 80 общих процессов, куча стандартов и так далее. Это партнеры. Концепты имеются. Конечно, конечно. Это все пазлы. Вот этого большого проекта, вот тут коллега спрашивала, а что сделало конкретно, вот это уже сделано, это формируется. Я не знаю конкурентов. Я знаю попытки, там, скажем, почты России, которая объявляется, да, что вот мы создадим там что-то. Ну, извините, дайте пощупать. Я пока не видел ничего конкретного. Письма, которые я получаю, они без адреса. Здесь есть еще человек, который ответит про друзей-конкурентов. Я так скажу. Хочу, хочу, хочу на Луну. Почти знаю как. Ну, ребят, мы-то вроде уже летаем на околоземной орбите с господином Кушкаровым и концептом. Но я все равно хочу, я вот справлюсь. Вот я вот так это могу сформулировать. Ну, насколько я понимаю, вопрос был про то, что, ну, как бы есть другие проекты на блокчейне, которые делают все то же самое. Казалось бы. Проектов таких я насчитал, по-моему, восемь. Ну, то есть, собственно, они все есть, это все нормально. Здесь вопрос про другое. Каждый пилит свой собственный бизнес. Вот в чем проблема. Вопрос в том, что необходимо создавать общий протокол, ну, как нам кажется, ну, там, на базе, там, ИСА-20022. Можно про протоколы подробнее? Это вот сложно сделать, вот протокол, реестры, роды, структуры, это вот как все? Да. Вот, собственно, почему концепт? Потому что есть необходимое, необходимое знание, понимание, как это в целом охватить. Все остальные проекты, фактически, ну, блокчейн-проекты подключаются к этому протоколу и работают между собой с помощью этого протокола. Вот капилляр это про это, это в первую очередь, на мой взгляд. Понятно, что есть Россия, для России тоже нужны грузоперевозки, но в первую очередь, конечно, на весь мир смотрим. Отлично. Да, я опять про сущность скажу. Значит, для тех, кто в теме, есть так называемые справочники, есть так называемые классификаторы, товарные номенклатуры и так далее. Есть реестры, регистры, кадастры и так далее. В них во всех есть модели данных. И практически нет успешных попыток создания, кроме, так сказать, полуручной конвертации, единых моделей данных и протоколов. Я отвечу, почему это так существует. Потому что без концептуализации этих моделей их соотнести и синтезировать нельзя. Они сделаны в разное время, на разных семантических основах, для разных функций и задач, и они соединены быть не могут. В этой части у нас нет и не появится конкурентов. Я потратил на это 37 лет. У нас не может появиться конкурентов, просто потому что это термодинамический невозможный факт. Прекрасно. Законом физики противоречат появление конкурентов на горизонте. Следующий вопрос. Проходите, пожалуйста. Представляйтесь, говорите громко. Добрый день. Меня зовут Сергей Шуарев. Я технический разработчик. Мы занимаемся разработками смарт-контрактов и подготовкой компаний для ICO. Погромче еще? Нет, я не могу. А, извините. Хорошо, я хотел бы... Да, да. Конечно, конечно. Это не столько вопрос, сколько я хотел бы поддержать компанию Капилляр. А компанию хотят поддержать разработчики смарт-контрактов на блокчейне. А почему хотите поддержать? Вот в чем видите изюминку? Секунду. В июне мы проводили хакатон, где мы рассматривали именно модель уберизации по грузоперевозкам. И основной риском здесь был для инвестора, это те же потери, которые были в уберизации кинопоиска Яндексом, где Яндекс потерял что-то от полутора до полутора... ну, около полутора миллиардов рублей. И вот сейчас та модель, которую предлагает Капилляр, она достаточно эффективна. Эффективный непрерывный выпуск токенов, которые потом будут конвертированы в конечный продукт. Но я думаю, вот об этом, именно об этом риске и его компенсации лучше расскажет какой-то специалист, например, Рафаэль, наверное, да? Спасибо за похвалу, спасибо за похвалу именно из-за крипто-тусовки, я бы так сказал. Следующий вопрос, проходите, пожалуйста. Куда? Сюда, сюда. Игорь Илюхин, мы знакомы с командой проекта, я работаю в дочке компании Ростелеком, которая подобными вещами занимается. Очень уважаю то, что коллеги делают, верю и надеюсь, что у них все удастся. Вопрос вот какой. Мы понимаем, что в нашей стране и везде, но в нашей стране точно, такие вещи без сотрудничества с государством невозможны, потому что у него есть регулирующие функции. И оно может тормозить, запретить или поддержать, урегулировать. То есть, еще раз повторяю, что я там пламенный сторонник и очень коллег уважаю реально профессионально и желаю успеха. Но как они собираются свой тайминг в реализации такого инновационного проекта увязать с государством? Есть ли уже такие процессы или они как-то намечены, планируются? Вот упоминался ЕК, может быть, кто-то из российских органов тоже здесь нужен. Спасибо. Да, абсолютно правильный вопрос. Мы, ну, открой такой секрет маленький, мы на самом деле всегда все усилия и методы сосредоточивали на том, чтобы улучшить управляемость в государственном управлении и в государственном регулировании. И соответствующую нормативную правовую базу, систему полномочий федеральных органов власти, систему подзаконных актов, систему низовых ГОСТов, СНИПов, САНПинов, методик и так далее, мы предполагаем проектировать вместе с платформой Капиллярю, параллельно. Уж вопрос другой, насколько собранных денег и лоббистских возможностей, вовлеченных участников, СКА хватит для того, чтобы рационализировать законодательство. Без этого, естественно, проект затруднится, но будет реализован, тем не менее, все равно будет реализован. Хорошо. Коллеги! Да, конечно, пожалуйста. Вот в смысле рисков регулирования, я бы сказал, что единственный риск, это если концепту прямо запретят этим заниматься. Все остальное регулирование, это только вопрос разбирательства и поиска решений, как в этом регулировании работать. Ну, чем мы, собственно, и занимаемся? Дополнительно поясню, потому что вопрос на самом деле хороший, и точный. Я считаю, что весь проект Капиллярио зиждется на, еще раз я повторю, на корпоративных управленческих стандартах. Государство может регулировать свои стандарты так, как оно их регулирует. Это государственные стандарты. И говорить о том, что Капиллярио будет каким-то образом управлять государственными стандартами, это бред. Это невозможно. Мало того, что если мы говорим о евразийском сообществе, это уже надгосударственные стандарты. Они просто привлечены в проект. Они такие, какие есть. Они входят в составляющую часть стандартов проекта Капиллярио. И они не могут мешать. Они каждый раз учитываются и каждый раз мониторятся. И они дают возможность организовать перевозку так, как это позволяет сделать государственный стандарт. Или надгосударственный стандарт. Безусловно, они над этим базируются. Весь вопрос в мониторинге этих стандартов и соединении их со стандартами корпораций. Вот в этом фишка. В этом фишка. И здесь опыт есть. И когда я говорил, что 18 лет назад мы это делали, тогда стандарты были гораздо хуже. И тем не менее, это позволяло осуществлять перевозки, виртуальные перевозки по всей стране. И предоставлять там французам из Парижа, заключать контракты, составляя всю цепочку, элементарно. Тогда мы не знали слова блокчейн. Хорошо. Проходите, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Хвалите Капиллярио, ругайте Капиллярио. Кто хочет заработать на Капиллярио, несите лопатники. Ждем. Владимир Подопригора, у меня вопрос, касающийся ваших отношений со страховщиками. Потому что логистика предполагает огромные заработки страховщиков. Вот как вы их интегрируете в свою систему? Да, спасибо за вопрос. Это позволяет дополнить рассказ, поскольку Александр его управляет им своеобразно. Значит, смотрите, действительно, страхование грузов, экспедиторские услуги, охрана, кредитование, перевозки и так далее. Все эти сервисы будут изначально включены в модель логистическую, концептуально, и развиваться на этой платформе Капиллярио. Ну, так сказать, по дорожной карте шаг за шагом. То есть страховщики, ровно так же, как и мелкие перевозчики, откроют спящий рынок. Пока здесь нельзя сделать оценки и оценить конкурентов, потому что просто этого рынка нет. Он будет просто создан новый. А вот на ненавистном обере уже, наверное, войдет это в анналы. Значит, да, действительно, такси перевозят пассажира. А что происходит, если пассажир, извините, замутило в машине и он испачкал машину? А что происходит, если машина подпала в ДТП? А что происходит и так далее? Ничего не происходит. Это все вопросы не урегулированы. То есть эта транзакция действует в каком-то смысле в правовом и корпоративном вакууме. Вот мы этот вакуум последовательно заполним. И я надеюсь, что предъявление рациональной модели, рациональной функции и сервиса само сыграет на то, чтобы люди входили, регистрировались, становились участниками Капиллярио. Спасибо. Александр. Посеред управление. Лост контрол. Уважаемые друзья, биткоин стоит 3350 долларов. Да. А в 2014 году, когда я первый раз погрузился в индустрию, он стоил 200 долларов по воспоминаниям. Почему биткоин имеет value? Он является транспортным, логистическим, интеллектуальным вагончиком, на котором ездят всякие сделки. Смарт-контракты, ICO, учет прав и так далее. На токенах Капиллярио капиллярами будут возникать, менеджериться и ездить все товары, которые смогут посчитать на калькуляторе экономику и понять, здесь-то через платформу-то что-то подешевле. Вывод. Будет ли токен Капиллярио иметь внутреннюю стоимость, будучи расчетной валютой внутри логистической экосистемы на блокчейн? Будет ли он иметь стоимость как внутренняя валюта для взаимозачетов? Ну, вы подумайте, тоже посчитайте в столбик, можно воспользоваться возведением в степень, может быть, тогда вы оцените апсайт этой истории. Молодец. Спасибо. Значит, уважаемые друзья-коллеги, Скрипко Виталий Петрович, вице-президент Ассоциации концептуального анализа, проектирования системы организационного управления, друг, соратник и, можно сказать, наставник и учитель Захир Анварович Кучкарова. Мы с ним знакомы с 79-го года, когда он к нам пришел в коллектив, который возглавлял Спартак Петрович Никаноров, и который вот сейчас имеет вот то, что он сейчас уже говорит. Это действительно уникальные возможности, которые позволяют решать очень сложно структурируемые, как мы говорим, другие задачи. И то, что Захир Анварович пытался сказать, но ему тут не дали, рвали туда-сюда, туда-сюда. Самое главное действительно в том, что это уникальные возможности, я имею в виду концептуальные средства и методы, которые были разработаны в течение 40 с лишним лет нашего научно-технического направления, в котором вот главную роль играет Захир Анварович Кучкаров. И как головной организации, как концепт, раньше он был аналитический центр концепта, как заведующий кафедрой. Что касается капилляра. Ну, во-первых, конечно, мечтать не запретишь. А с другой стороны, ну, можно я уберу, значит, с другой или это надо. Значит, с другой стороны, конечно, то, что вот социализация тех средств и методов и глобальных проектов, которые мечтали мы в 70-м, 78-м году, после защиты технического проекта АСПСО, автоматизировали систему проектирования, систему организационного управления в СНИПИАС, ГОСТРОССР, Головной институт, и опережали американцев и РЕН-корпорейшн по всем этим направлениям концептуализации и разработки специальных средств. Ну, то есть это начиная от оптанного Янга прочих, там, кстати, разработчиков. И последняя работа была Гейтса, которая была в 85-м году, значит, и выздана, потом была закрыта. И у нас эти работы были закрыты, прекращены, а потом фактически началось уничтожение направления этого. Но к радостью и, значит, вот благодарностью к Захиру Нваровичу мы говорим о том, что мы все же есть, мы существуем, но, с другой стороны, те сложности, в которые мы, как, собственно говоря, обладатели универсальных средств и методов, можем решать любые фактически задачи в любых предметных областях, подчеркиваю, в любых, нет здесь конкурентов у концепта, нету. Поэтому вопрос только в том, как применять вот это все, собственно говоря, идеальную модель, теоретическую или теорию, или даже теорию теории, там, мы в том числе этими занимались вопросами, да, значит, не говоря уже, собственно говоря, о конкретных проектах, в частности, капилляр. Вот в чем вопрос. Когда мы говорим о объективной реальности, и когда начинаем ее отображать, в том числе, там, через цифру, через какие-то специальные средства и методы, это одно. А с другой стороны, вот правильно, господин Ремыга, мой друг тоже, Владимир Николаевич, как бы он представился от Международного Конгресса, но это очень серьезный человек, и банкир, и бывший, и руководитель крупного центра российско-китайского партнерства, и очень доктор экономических наук и так далее, ведь он же правильно сказал, в принципе, что, ребята, ну давайте, можно пофантазировать, но с другой стороны, это и не фантазии. Но нельзя быть вне Минстрима, да? Нельзя. Потому что в любом случае нужно брать слона, извиняюсь за одно место, чтобы слон куда-то поворачивался туда, куда нужно. Кучкаров и его команда нашли возможности соединить то, что здесь говорилось, по блокчейнам, по всем вопросам, и нашли вот свою нишу. С тем, чтобы кошерная криптовалюта, которая активно развивается, активно контролируется, когда мы говорим о том, что Юпитеру можно, не позволено быку. Но мы должны понимать, даже минуя МФС, даже минуя Федрезерв, даже минуя там все, а вот как мы эти токены сделаем, чтобы они, понимаешь, работали до них, чтобы заработать, да чтобы эти куры туда дошли, понимаешь, до живые. Ну давайте мы немножко реалистично на все это смотреть. То есть, с одной стороны, возникает новая, прогрессивская, или будем говорить, новая инновационная технология, которую надо использовать. Они должны быть понятны, они должны быть использованы. А с другой стороны, мы должны понимать, а в какой реальности мы находимся. Причем здесь вот Транссиб, китайцы давно там решили, при чем здесь Франкфурт, или что мы хотим здесь сделать, какую задачу мы решаем. Лично обогатиться? Да, мы можем. Но мы, понимаете, мы не занимаемся, Кучкаров не Мавроди, Скрипко не Алибаба. Мы говорим о том, что мы должны поддержать концепт, мы должны поддержать капилляр, но с другой стороны, мы должны понимать те сложности, которые Кучкаров прекрасно понимает. Поэтому здесь, он же правильно сказал, что все может произойти. Поэтому я прошу, Захир Анварович, и не только собрать там, значит, вашу команду, не только собрать супер-дистрибьютора и подобрать человека, который этим будет заниматься, но реально посмотреть, насколько это можно. Пока телепортация еще, как говорится, она не вошла в нашу повседневность. Когда раз, и Кучкаров, значит, Месье Скрипко улетит на Луну. Тут уже про Луну говорили. Поэтому, господа, я благодарен за то, что вы все же удосужились спонтанно выслушать товарища модератора, который туды-сюды-растуды, вот, насчет западных вы меня извините, но с ними надо быть осторожны и давать им по мозгам. Мы в свое время очень хорошо им давали по мозгам и сейчас можем. Вот, поэтому аккуратнее. У нас есть свой авторитет и своя научная школа. Поэтому слава России и слава Кучкарову. Я все-таки прокомментирую, что не надо забывать про место, что где мир, он тоже существует. Коллеги, друзья, мне кажется, мероприятие удалось, прошло очень ровно, логически выверено. И в заключение, я тоже хочу поднять бокал чая за нашу советскую родину, которая рождает таких сыновей. Ну что ж, предлагаю закончить официальную часть и продолжить дискуссии в кулуарах. Я благодарю представителей Финама, Банкэкса, Винтера ТВ, Цериха, Блокчейн ТВ, Полину. Да-да-да, молодой человек. Можно последний вопрос? Но это должен быть очень четкий вопрос, выверенный, логический, как бы целостный. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Раз, а не слышите. Коллеги, можно минутку внимания? Алло. Понимаю, был раунд замечательный. Это на запись просто. Раз, раз. Громче говорите. А, я понял. Здравствуйте, меня зовут Ратур Липатов. Ратур Липатов, я владею российскими источниками трафика криптовалюте, там, криптовалюты РФ, блокчейн One, блокчейн PV, много сервисов. Параллельно мы там разрабатываем биржи, запускаем с криптой связанных. Вот только вчера вернулись из Иннополиса, рядом здесь ужины, ой, завтракали сейчас и обсуждали блокчейн историю того, что Иннополис упаковывается. Вопрос. Нет, я просто к тому, что я из мира блокчейна. Вопрос следующий. В 2010 году была совершена транзакция в биткоинах, миллиард биткоинов был отправлен транзакцией, что противоречит эмиссии биткоина, так как там всего 21 миллион. После чего заявлена децентрализованная система, децентрализованная система. В течение получаса тимлидер биткоина удалил, нашел и удалил эту транзакцию и удалил со всей цепочки блоков. Эта история всячески канует небытие, тем не менее вопрос. Вот есть биткоин. И нам говорят о том, что существует некая децентрализация, которая не подконтрольна никому, нет регуляторов. Вопрос, наверное, вот не знаю, кому спросить, решил просто спросить. Я всегда спрашиваю, у многих нет ответа. Так вот вопрос, если эту транзакцию удалили со всей цепочки блоков, что такое биткоин? Очень хороший вопрос про устойчивость вселенной. Но здесь, я надеюсь, хитрость и смекалка, и наш православный блокчейн помогут нам. Вы были на прошлом деловом завтраке? Господин Бородич в четверг, Александр Бородич, бизнес-ангел номер один по рейтингу 2015 года, в четверг анонсировал свой блокчейн, Юниверсу. И релиз, который вышел в пятницу, посадочная страница, в том числе с приглашением на пред-ICO. А у них уже все это сделан, протокол в нодах нотариусы, очень-очень эффективная по сравнению с другими протоколами а-ля блокчейн, скорость транзакции, надежность и так далее. Вывод. Ну, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Пользуешься чужими протоколами блокчейна. Либо, ну, тут, наверное, надо заметить, что в каждой команде крипто-хакеров есть кто-то из России. Там много физтехов, много людей из МГУ. А у нас только эти люди в концепте. Ну, как-нибудь справимся. Ну, риск, что поделать. Апостасия, конец света типа грядет. Будем? Секунду-секунду, вопрос такой, могут ли все хакнуть, в результате чего наступит страшный хаос. Правильно, да? Да, конечно. Да, могут и хакают. Дело в чем, это уже тоже неоднократно обсуждалось. Вот Анатолий Левенчук, он что сказал? Ну, первично, это договоренность между людьми. Вот, как бы, есть система промежуточная, да, там, компьютеры, все это может сломаться, да? Так вот, вопрос с тем же ZDAO, то есть, что было главное, это договоренность между людьми? Или разбирались целый год, в итоге, там, суд США постановил, что да, это договоренность между людьми, она должна быть исполнена. То, что если ошибки в программном коде, их надо исправить. Это к вопросу, значит, ошибок в биткоине. В биткоине тоже бывают ошибки, их тоже надо исправлять. И это нормально. Главное их быстро выявлять, быстро исправлять. В любом контракте, в цифровом контракте, должна быть возможность его отключить. И в итоге всегда человек. То есть, это некоторый арбитр, это, ну, арбитраж, да, и децентрализованный. Вот сейчас разрабатывается децентрализованный скроу, децентрализованный арбитраж. Не-не, я поправку взял. Все, что я хотел сказать, что, все, что я хотел сказать, что, когда нам говорят о том, что это, вообще, мы углубились в источники, мы пошли дальше, мы начали очень плотно изучать, копать. Я к тому, что есть такое Сатоши Накамото, и что за этим всем стоит, и за тем, что говорят нам. Проник с собой, что ли? Там глубже история уходит. Я хотел сказать одну простую истину. Окупай Wall Street, это BitGold, это уходит гораздо глубже, да, и это будет через много-много лет, это будет таким образом, что любого из нас могут обнулить в течение минуты. Это очень печально. Ну, технически там это будет сложно сделать, для этого надо будет, ну, как бы, много участников, чтобы они с этим согласились, тогда да. Они в течение 30 минут нашли уязвимости, удалили цепочку блоков со всех компьютеров в сети. Коллеги, ну... Как вас зовут? Меня зовут Артур Липатрик. Артур, можно я... Я мог бы ответить на этот вопрос в кулуарах вам лично. Я вас понял, спасибо. До свидания. Отлично подытожили. То есть принесли фундаментальный риск нам на блюдце, мы теперь будем грустить, но в кулуарах, вы помните, будем жить, да. Еще кто-то может и хочет сказать проникновенную речь, задать вопрос для всей аудитории интересной, актуальной. Пожалуйста, Герасим Суренович, пожалуйста. Я бы хотел вот что спросить. Вы сейчас говорите о некой транспортной распределенной системе, то есть которая работает с некими физическими объектами, да, грузами. Вопрос. А вот созданная инфраструктура может работать с контентом? Имеется в виду там, например, видеоконтент. То есть построенная логистическая инфраструктура, то есть на мой взгляд это на порядок проще, потому что речь идет о передаче контента тем же, так сказать, виртуальным способом, да, не привлекая оффлайн. Все что угодно за ваши деньги, как говорят в таких случаях. У меня один шапочный знакомый как-то сказал такую вещь, которая врезалась мне в память. Он дом строить собирался. Я говорю, у тебя чертежи, документация. Нет, такой, дачу просто. Чертежи, там документация проектная и так далее. Он говорит, нет, я вот один уже построил по фотографии. Он построил дом по фотографии. Так что если вы будете иметь, да, если будет в блокчейне Капиллярио предусмотрена сделка по фотографии грузовика или таксиста и так далее, то это тоже возможно сделать. Любые виды описаний, семантические, семиотические, синтаксические и так далее. Все, любые виды описаний, как у актива, который регистрируется, так и у потребности в перевозке, который его заказывает. Жидкий груз, сыпучий груз, температура хранения, да, и так далее. Энергетический, любой. За этим стоит полная смена, как я сказал, перемещения. Вообще, вообще задачи перемещения. Уважаемые коллеги, я хотел бы в заключении привести следующую метафору и параллель, которая будет всем понятна. Наверняка вы пользуетесь Яндекс.Маршрутами, когда едете на автомобиле по Москве, по России или гугл-картами. Кроме того, что вы можете построить маршрут автомобиля, вы можете построить маршрут на общественном транспорте, перекладным. То есть там будет, Яндекс посчитает, где идти пешком, где поехать на метро, где поехать на троллейбусах или на автобусах. То есть Яндекс сделал такую мультиплатформу, которая выстраивает для вас, как для человека, некую вот логистику, как на каком транспорте перемещаться. Теперь посмотрите, можно ли сделать такую же штуку, но для перемещения груза со всякими его декларациями, накладными. При этом транспорт, Яндекс долго собирал данные про общественный транспорт, он там более-менее понятно ходит, номера станции метро и так далее. А здесь эта система как бы открытая, появляется компания логистическая, там три газели и там, я не знаю, БТР, да? И она должна подключиться к нашей логистической системе, поискать там, как бы себя идентифицировать. Пусть я как пользователь должен как бы доверять этой истории страхования груза, что он как бы там не пропадет и будет ехать в тех холодильниках, где он должен ехать. То есть масштаб проблемы выглядит фантастическим, ну вроде бы имеет решение простое, описательное, четкое, непротиворечивое, проверяемое математическое решение. Ну, например, полным перебором, ведь эту задачу можно решить, вы согласитесь? Но вопрос-то состоит в том, чтобы сделать реестры, каталоги, нормировку, наложить размерность и метрики на эти н-мерные пространства. Ну, в общем-то, я как бы вот подытожил, как вот умею. То есть то, что вот мне, в общем-то, вот как бы показалось главным, ярким, ну вот отличительным моментом в этой инвестиционной истории. Да, конечно. И я хочу поделиться с вами своими выводами относительно токена, который будет выпущен платформой Капиллярио. Я хочу сказать вам, что он будет жизнеспособен, во-первых, и в нем заложено два фактора для того, чтобы он имел рост. Первый фактор – это его стекущая недооценка в будущих периодах для того, чтобы, как валюты платформы, которые в дальнейшем он будет использоваться. А второе – то, что подключение новых уровней товарообмена и создание экосистемы вокруг этого позволит поднять стоимость токена. Я лично уверовал не только в команду и в те отношения рабочие, которые существуют. Да, концепт устоявшаяся команда, которая прошла много перевоплощений, и на сегодняшний день это стабильная научная группа, хорошо вооруженная. Кроме того, как она обладает технологией. Ведь сейчас никто не подчеркнул ту вещь, что системы транспортных перевозок все построены на вертикально интегрированных, централизованных системах. Каждая пытается захватить некое административно выделенное плечо и на нем быть успешной. Эта же система будет децентрализованной, которая может привлекать бесконечное множество партнеров различных и бесконечное множество сотрудников. Все текущие системы ограничены своими обязательствами перед теми перевозчиками, с кем они вместе сотрудничают. Это та технология. Стратегия, конечно же, базируется на трех основных китах современных. И это, конечно же, и информационные технологии, во-первых. Это те бесконечные вычислительные возможности, которые мы имеем. Технология блокчейна, распределенные реестры. Все это позволяет сделать экономически более выгодным ту же перевозку. Второе – это опирание на знания транспортной инфраструктуры, которая существует, и ее оптимизация. Ведь все мы знаем, что это самый древний рынок, по сути. Перемещение, перевозка грузов, он идет. И многие факторы там разработаны еще и в логике перемещения караванов, паровозов. До сих пор все руководствуются приказом Кагановича об обороте паровозов. Ведь все локомотивы ходят только по тем плечам, которые были установлены еще сто лет назад. Это было ориентировано на заправку паровоза водой и углем. Сегодня точно так же локомотивы, которые могут не заходить в депо по 90 суток, выполняют то же самое движение на маршруте. И таких нестыковок, абсурдов очень много. Я объясняю логику, почему. Так вот, значит, я вложился в эту игру и призываю вас всех. Моя вера обоснована. И я считаю, что выигрыш в этой игре ждет нас всех. Это кратко. Сергей Николаевич вложился в конце. Он не в игру. Он не в игру вложился. Коллеги, спасибо. Ищите нас в фейсбуке. Рассказывайте о мероприятии друзьям и знакомым. До новых встреч. До свидания. Всех благ. Ну, первый вопрос. Вам понравился новый проект Капилляриус? Да, мне понравилось. Тем более важно, что здесь сидели в основном инвесторы, что очень важно. И вы посмотрите, да, здесь вот около 60 человек, не считая, вот я посмотрел, там несколько тысяч тех, кто смотрели в прямом эфире через платформу Винтера ТВ. А нам, как проекту Блокчейн ТВ, разумеется, интересны все те проекты, которые основаны на блокчейн-технологиях. И здесь криптовалюта – это только одна из сфер, правда, основная на сегодняшний день, но одна из сфер применения блокчейн-технологий, которая, как известно, является абсолютно открытой. Ну, и вот, собственно, телеканал Блокчейн ТВ, который мы позиционируем, кстати, как международный, и базовый язык – английский, а японский, и русский, и другие языки уже идут как либо в переводе, либо бегущей строкой. Еще раз повторяю, базовый язык для канала – это английский. Когда возникла идея создания этого канала? Она возникла не так давно, наверное, где-то месяц-два назад, и связана это с двумя позициями. Во-первых, популярная платформа Винтера ТВ, у которой, повторяю, охват более 10 миллионов, и вот мы сейчас с вами говорим, а мы на любых айфонах, андроидах, на любых там смарт-телевизорах по всему миру сейчас доступны. То есть система, существующая система дистрибьюции или доставки телевизионного и видеоконтента, да? И плюс вот Андрей Владимирович Мартынов, продюсер и владелец холдинга «Неизвестная планета», то есть производитель высокого уровня контента. Ну, просто вам для сравнения скажу, да, чтобы вы понимали. Эксклюзивные кадры, связанные с Войчичем, эксклюзивные кадры с Харрисом Фордом, Паула Каэлью. И все это персонально вот Андрей Мартынов, кому эксклюзивно вместе с нами принадлежат, так сказать, права на распространение этого контента. И вот, с одной стороны, ажиотаж вокруг вообще цифровых технологий блокчейн-ТВ привел нас к необходимости создания канала, который бы был основан именно на этих технологиях. И повторяю, там не только и не столько даже криптовалюта, сколько все основания. И вот этот проект, тоже международный, международный такой логистический, он как раз идеально ложится в тематику канала блокчейн-ТВ. Я думаю, что через где-то месяца полтора у нас появится некий такой уже пилотный проект, плюс онлайн-трансляции на эту тему, которую мы уже, собственно говоря, начали. У нас аудитория канала на 80% русскоязычная. Ну, не только русские в России, русские в других странах, Казахстане, например. Как подключиться к этому блокчейн-ТВ? Сколько это стоит? Самое интересное, что весь проект, ну, например, Винтера-ТВ абсолютно бесплатный. И, кстати, то, что вы сказали, на сегодняшний день распределение по странам, оно такое. 35% из 100% по всему миру, 35% это Россия, и 18% на втором месте как раз стоит Казахстан. На третьем месте как не парадоксально стоит Германия, потом Беларусь, и потом, несмотря на то, что 70 каналов запрещены, например, российских в Украине, тем не менее, потом идет Украина, и потом Прибалтика, Израиль и так далее, далее уже страны центральной Европы. То есть вот такое вот на сегодняшний день распределение. В идеале мы планируем, что где-то через, это мы про аудиторию говорим, да? То есть, короче говоря, можно сейчас прямо, если быть совсем конкретным, взять любой смартфон на базе iOS или на базе Android, находите там винтера.тв, и все. И бесплатно вам доступны сотни каналов, причем легально, что очень важно. Легально на 15 языках. Сегодня уже 15 языков доступны для просмотра. И в том числе там у нас канал «Неизвестная планета», где весь тот высокого уровня контента, о котором я вам говорю, он там сосредоточен. И там все каналы, повторяю, которые одинаково будут интересны для практически, ну, многих стран мира. Да, потому что, повторяю, 15 популярных языков на них там, в том числе и турецкий, там английский, испанский и так далее. Арабский, испанский и прочее. Большое спасибо. Я желаю проекту «Блокчинь ТВ» успехов. Спасибо. И вам также, и вашей аудитории, чтобы им это было интересно. Хотя я прекрасно понимаю, что информация для, в общем, достаточно специализированной аудитории. Спасибо. Спасибо. Спасибо.